всем привет с вами снова виктор болит в этой рубрике секреты 7 секретов счастливого человека успешного разбираем различные секреты это первый секрет свободы второй секрет реальности третий секрет красоты и 4 сейчас секрет дружбы все эти ролики я рассказываю свои случаи жизни то есть они откуда из книжек прочитал до книжки читать я не очень-то люблю честно могу признаться в детстве не особо читал я всегда свою историю до истории своей жизни пишет писал своими релебницами как немцы то есть своими вот этими переживаниями сопереживаниями своими событиями то есть я старался чтобы моя вся жизнь была написана наполнена различными событиями то есть они любил читатели не люблю сейчас читать истории чужих людей я пишу свою собственную историю своей судьбы вернее своей жизни вот ежедневно своими какими-то новыми открытиями новыми мыслями новыми познаниями и так далее и тому подобное да то есть вот этот опыт я с вами делюсь чтобы вы могли тоже из этого извлечь какую-то пользу одно дело когда ты читаешь где-то в чем-то где-то в каких-то книжках а другое дело когда ты сам со переживаешь значит сегодняшний или этот секрет который я хочу рассказать это секрет дружбы в чем заключается секрет дружбы не осуждайте не критикуйте себя и других казалось бы очень просто да не осуждаете и не критикуйте прежде всего себя а потом других вот самый лучший пример в жизни на вообще кто это мог делать в идеальном таком стопроцентном к лица стопроцентным образом да можно сказать стопроцентным образом это делал для меня лично примером является иисус христос вот он никому того как бы ну вот библия например какой посыл несет собой да она не осуждаете не судите и несудимы будете то есть это нужно как-то правильно понимать да потому что иногда конечно иисус он тоже осуждал фарисея и так далее и тому подобное были такие вещи не так что он прям всегда был в этом отношении лоярный да то есть но все равно принцип такой что библейский не судите не судимы будете может быть это касается нашего такого небольшого окружения потому что есть конечно вещи которые мы осуждаем мы например осуждаем зло если мы видим какое-то откровенное зло но если кто-то кого-то убивает да например кто-то кого-то насилует ну конечно мы осуждаем как зло в целом но если взять наше окружение повседневная наша жизнь она состоит из мелочей такие вещи конечно не происходят и вот здесь мы должны быть очень осторожны чтобы мы не осуждали наших близких и родных на если они даже где-то что-то делают не так это тяжело и этим более не критиковая найти постоянно критика там то есть ник чему хорошему это не приводит не приводит например в отношениях да если ты когда-то кого-то постоянно осуждаете критикуете его там ни к чему хорошему и мы приобрели что касается дружбы если вы хотите с кем-то быть дружным дружить с кем-то тогда в не должны его служить помогать до советовать да Ну, любовь проявляет самое главное, да, потому что в любви строится любовь, это как фундамент. Но не критиковать и не осуждать. Ну и что касается самого себя, тем более, да, то есть потому что вторая заповедь, опять же, библиотека, о чём говорит? Люби ближнего, как самого себя. То есть полюбите себя, своё тело, да, имеется в виду, работайте над нём, над ним работайте над собой. Не критикуйте себя постоянно, а, я там как дура, как дурак, да, некоторые говорят, хочется так и сказать, а почему, как, да. То есть никогда такого не говорите, да, я как дура, там за тобой всю жизнь ухаживала, там я как дурак, там всю жизнь пахал, да. А может быть в этом и есть доля правды, то есть об этом не нужно говорить, да, то есть не нужно об этом говорить, наоборот старайтесь на позитиве, да, вести дружбу хорошую, да. Или я как там такая думала, что вот ты-то то-то, 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 я думала, что ты-то то-то, то-то. Вообще, что касается дружбы, обычная критика и осуждение, когда начинается, когда наш друг или подруга что-то не сделали, чего мы от них ожидали, да. Поэтому самый лучший здесь принцип работает, второй тоже, никогда ничего от других не ожидайте, да. Если кто-то что-то сделает вам хорошее, радуйтесь, но если не сделает, ничего страшного, да. Потому что если человек ожидает и это не исполняется, конечно, тогда у него настроение падает и всё остальное. Итак, секрет дружбы, не осуждайте и не критикуйте себя и других. Следующий секрет будет секрет любви, наверное, самый главный секрет. Итак, секрет свободы, секрет реальности, секрет красоты, секрет дружбы мы разобрали. Итак, секрет любви, следующий ролик. Заходи, смотри, регистрируйся, подписывайся. С вами был Виктор Балет. Пока-пока и до следующего ролика. С вами был Виктор Балет.